Привет друзья! В данной подборке я собрал только те товары, которые реально могли бы пригодиться в хозяйстве и надеюсь вы тоже найдете для себя что-то полезное. Поехали! Тензометр. Это инструмент для измерения натяжения велосипедных спиц. Сами спицы и их натяжение влияют на жесткость колеса и соответственно на качество езды. Силиконовые демпферы-амортизаторы. Используются в мебели для кухни, выдвижных ящиках для смягчения удара при закрывании, а также в качестве подставок под стеклянные пластмассовые предметы с целью предотвращения скольжения по гладкой поверхности. Набор для чистки дренажного отверстия холодильника. Удалите губкой всю скопившуюся влагу. Затем возьмите специальный ёршик из набора и аккуратно поместите в отверстие, прокручивая его пальцами, немного продвиньте внутрь канала. Далее шприцом промойте отверстие. Пневматический ударный гайковерт. Разрушение прикипевшего болта происходит за счет ударных нагрузок, которые создает этот тип гайковерта. Высокая частота ударных нагрузок способна сдвинуть практически любое резьбовое соединение без особых физических усилий. Бутылочка для спирта с помпой. Используется для порционной подачи спирта при смачивании безфорсовых салфеток для протерки контактов. При нажатии на дозатор в салфетку выбрасывается порция спирта. Крышка и фиксатор предотвращают испарение спирта. Крючки в салон авто. Иногда возникает проблема в автомобиле, куда деть пакет с продуктами, купленными в супермаркете. Пакет не опрокинется при экстренном торможении, так как будет висеть на крючке. Стойка для болгарки с протяжкой. С ее помощью из обычной шлифмашинки можно сделать отрезной станок. Сделана она весьма качественно, без каких-либо люфтов и с хорошей пружиной. Максимальный угол для пиления, который выдают подвижные губки 45 градусов. Тестер свечей. Это прибор для проверки свечей зажигания двигателей внутреннего сгорания. Исправная система зажигания генерирует достаточное напряжение, чтобы на свечах была устойчивая искра. Имеет возможность проверять по две свечи. Закаточный ролик. Инструмент для закатки шнура москитной сетки. С помощью такого ролика быстро и удобно закатывай шнур и паз рамного профиля, чтобы правильно сделать москитную сетку. Запястный тонометр. Электронные блоки манжета объединены в одно устройство, которое напоминают увеличенные ручные часы. Тонометр легко и быстро устанавливается. Также быстро и происходит самоизмерение, обработка данных и их отображение на дисплее. Контакторы. Используют для коммуникации силовой цепи при запуске электродвигателей различных мощностей, а также для отключения и включения нагрузок без индуктивных. Медицинские напальчники. На выбор латексные и резиновые. Предназначены для защиты и изоляции пальцев рук, например при порезах. Напальчник не призван скрыть рану, а только уберечь ее от инфекции. Аудиокабель High-End. Это медный кабель с высокой степенью очистки 6N, с дополнительным посеребрением жил. В основном используется для стыковки между собой Hi-Fi и High-End компонентов, компьютерами и усилителями, а также в ДК для подключения AV-ресиверов. Ручка для распыления канифоля. Это инструмент для обнаружения короткого замыкания печатной платы. Не нужно использовать паяльник, просто с помощью этого инструмента вы можете быстро обнаружить место неисправности. Опорный ролик для лобзика. Если у вас перетерся ролик на любимом лобзике, то вот вам решение проблемы. Опорный ролик – это необходимая деталь в лобзике. Без него невозможный некачественный распил, недолгая работа двигателя, пилок и других элементов. Кольца для ключей из титанового сплава. Достаточно стильная и в то же время полезная вещица. Имеют несколько форм и размеров. Легко может крепиться к любому доступному месту. На выбор представлено много брелков разных диаметров от 20 до 30 мм. Клещи для размыкания замка велосипедной цепи. Позволят быстро и без повреждений сомкнуть и разомкнуть звенья цепи. Инструмент выполнен из прочного стального сплава. На концах ручек предусмотрено ограничительное кольцо для того, чтобы инструмент аккуратно лежал в сложенном состоянии. Складная силиконовая воронка. Подходит для емкости с различным диаметром горлышка. Предназначена для переливания холодных и горячих жидкостей, пересыпания соли, сахара, приправ и других сыпучих продуктов. Подставка-подножка для бритья ног. Тема довольно интимная, но тем не менее, балансировать на одной ноге, держа в руке бритву, не очень-то приятно. А вот это простейшее устройство намного упрощает процесс. Съемник для крышек на велке велосипеда. Передняя амортизационная вилка велосипеда, как и остальные его части, требует своевременного технического обслуживания. Ремкомплект для шин. В ситуации, когда помощи ждать неоткуда, ремкомплект может стать спасательным кругом. Запасаемся отверткой и специальным саморезом из комплекта, который должен занять место гвоздя и превратиться в заплатку. Зажигалка-автоген. Пламя турбозажигалки имеют конусообразную форму и представляет собой быстро сгорающий под напором сильного давления газ. Такое пламя никакому ветру не погасить. Интенсивность и форма пламени ни в коей мере не зависят от угла наклона. Измеритель износа в велосипедной цепи. Когда цепь начинает изнашиваться, она растягивается и соответственно увеличивается в длине. По показателям, которые указаны на инструменте, можно определить, стоит заменять только цепь или же задние звезды также нуждаются в замене. Подшипники различных размеров. Это готовое решение для опор, валов и любых других подвижных конструкций, где нужно значительно уменьшить силу трения, либо обеспечить легкое вращение. А это видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. Все ссылки будут в описании и в первом закрепленном комментарии. Также смотрите следующий ролик с этой заставки с не менее интересными вещами для дома с сайта Алиэкспресс. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok